Знаете ли вы, что в далекие времена царской России варенье было доступно лишь людям с достатком? Готовили его на меду, подобно римлянам и грекам. Однажды повариха Екатерина Великой придумала рецепт варенья из крыжовника, и результат произошел все ожидания. Отведав лакомство, императрица пришла в восторг и тут же подарила ей перстень с изумрудом. И с тех пор это варенье называется изумрудным. На наше счастье рецепт чудо варенья Екатерины не забыт. Крыжовенное варенье любила не только Екатерина. Пушкин в нем души не чаял. Для приготовления нам нужно крыжовник. Крыжовник мы промываем, очищаем от хвостиков и семян. Мякоть потом можно заморозить. Затем заливаем отваром из вишневых листьев. Отвар мы готовим за разницу. Листья вишни заливаем тремя стаканами воды и кипятим 5 минут. Крыжовник должен быть во отваре сутки и стоять в холодильнике. Потом ягоды мы вынимаем, листья выбрасываем. Отливаем 2 стакана сиропа. И ставим сироп варить. Доводим его до кипения. Потом кладем туда ягоды. Варенье варится 15 минут на медленном огне. За 5 минут до конца варки добавляем туда свежие листья вишни. Если брать незрелые плоды крыжовника, варенье будет ярко-зеленого цвета. У зрелых плодов оно приобретает розоватый оттенок. Варенье очень прозрачное, очень вкусное, с кислинкой и приятное на вкус. Оно богато калием и полезно для сердечно-сосудистой системы. Попробуйте и вы приготовить это вкусное, ароматное варенье. Вам оно обязательно понравится. А сегодня я с вами прощаюсь. До следующих скорых видео, друзья. Пока-пока.